Привет, с вами Саша Браун и сегодня я хочу поговорить немножко о том, как некрасиво некоторые люди ведут себя онлайн, обсуждая, осуждая, комментируя формы бодифитнесисток в межсезонье. Дело в том, что я, в принципе, стараюсь не обращать внимания на такие комментарии, но иногда на самом деле становится очень обидно и не только за себя, но и за других девчонок, потому что на самом деле те люди, которые комментируют, вообще совершенно не имеют никакого отношения к бодифитнесу, не имеют отношения вообще к этому миру, этому отделению, так сказать, спорта. Поэтому можно сказать, да, можно просто закрыть глаза, закрыть уши, не обращать внимания на этих людей, но с другой стороны просто обидно. Я могу принять критику от какого-то человека, который на самом деле знает, о чем он говорит, и я даже прислушаюсь к его комментариям, замечаниям и, может, что-то исправлю, но когда человек не знает, о чем он говорит и делает такие обидные комментарии, конечно, становится очень обидно. Что я хочу сказать? Во-первых, да, есть разница, когда бодифитнесистки, фитнес-модели выглядят на сушке, на подготовке к соревнованию, и как они выглядят в межсезонье. Многие пишут, вот почему так, когда они не ставят фотографии, такие, как они в межсезонье. Извините меня, не все хотят ставить фотографии, когда они не совсем готовы к фотосъемке, правильно? Почему все ставят фотографии, только когда они уже красивые, правильно? Так почему же эти же люди, бодифитнесистки, фитнес-модели, когда у них не лучшая форма, почему они должны этим хвалиться и показывать? Это раз. Во-вторых, межсезонье – это очень тяжелый психологический период времени. Я это говорю из своего личного опыта, потому что на самом деле за 7 лет, которые выступала на соревнованиях по бодифитнесу, мне не было нормального межсезонья. Если в России и в Украине есть весенний-осенний сезон, и девушки могут выступить на одном-двух соревнованиях, и потом уйти в межсезонье на 6-7 месяцев, для меня это было нереально. Потому что у нас, если начинается сезон в декабре, он в декабре и за следующего года и заканчивается. То есть это просто режим нон-стоп. У меня максимальный, когда-либо был у меня межсезонье, реальный межсезонье, это был, может, месяц-два. Вот представьте, если вы плачете, что вы не можете похудеть, не можете держаться диеты 3 недели, чтобы подготовиться к Новому году или к день рождения, вы представьте, если так сидеть на настоящей сушке, на подготовке к соревнованию по 8-9 месяцев в году. Так что на самом деле просто очень обидно и больно выслушивать такие комментарии от людей, которые совершенно не знают, что это значит. Дальше, как я говорила, что за 7 лет у меня не было нормального межсезонья. На данный момент, да, у меня очень длинное межсезонье. Последнее мое соревнование было Олимпия в том году, в сентябре 2014 года. Сейчас уже лето и, поверьте мне, это не самое лучшее время для меня. Мне тяжело об этом говорить, так как все сошлось к тому, что мне пришлось, мне вынуждено было уйти в такое глубокое межсезонье и по причинам здоровья, и по финансовым причинам, и также по состоянию здоровья моей мамы. То есть мне пришлось бросить все, что у меня в Америке, и приехать на Украину, и за ней заботиться. У нее рак, к сожалению. Вот, поэтому это еще вдвойне обиднее, когда люди начинают осуждать, мол, вот, ты не можешь себя держать в форме в межсезонье. Понимаете, понятие формы, я еще о чем хочу сказать, у всех разное. То есть я вам могу сказать, что моя жировая прокладка тела на данный момент не больше, чем нормального человека, а то и меньше. Но из-за того, что это в большинстве случаев, поэтому люди не понимают, о чем они говорят. Если я, как многие говорят, вот ты такая большая на сцене. Вы представьте, это просушенные мышцы, это уже большая форма, вы тяжелая, правильно? А вы представьте, наверх этого просто еще нарастить вот этот нормальный процент жира поверх этих мышц. Понимаете, человек кажется еще больше. Поэтому, если обычная девочка худенькая даже добавит там эти 2-3 килограмма жира, она будет казаться нормальной. Для меня, если я добавлю вот эти те же 2-3 килограмма жира, я буду становиться в 2 раза больше, чем эта худенькая девочка. Потому что у меня мышечная масса намного больше, чем ее. То есть мышечная масса остается, добавляется чуть-чуть этой жировой массы, и я на вид кажусь очень даже большой. То есть, вот поэтому очень вас прошу, пожалуйста, имейте немножко понимание этики поведения в интернете. Вам не нравится моя форма, как я выгляжу? Пожалуйста, не обращайте внимания, просто пройдите мимо. Это нормально делают, так нормально делают нормальные люди. Вот, поэтому я тоже, понимаете, если мне кто-то не нравится, мне, допустим, не нравятся худенькие девочки с худенькими ручками, с худенькими ножками, где у меня моя щекотка толще ее бедра. Понимаете, мне это не нравится. Но я же не хожу по фотографиям этих девочек и профайлов, и ставлю такие какие-то комментарии, фу, какая ты худая, иди поправься. Или мальчики, которые я тренирую в зале, где он считает меня мужеподобной, потому что у меня столько мышечной массы, а он худенький, с этими худенькими маленькими ручками и ножками. Нет, честно говоря, это мне смешно даже. Но я никогда не подойду к этому человеку, не скажу, фу, какой ты женоподобный, иди-ка, потренируйся побольше, и протинчика покушай. То есть я вас очень прошу, имейте немножко доброты в себе. Не нравится? Пожалуйста, пройдите мимо. И все. Тем более, если вы не понимаете в этом спорте ничего. То есть вы занимаетесь каким-то балетом, какими-то танцами, и ваша цель показать красивый танец – это одно. Наша цель – показать красивое тело, красивую форму на сцене. И иногда нужно уходить в такое межсезонье и набирать мышечную массу, и, к сожалению, наберется и жировая масса одновременно, и тогда, чтобы на следующее соревнование я могла вынести хорошую форму, улучшенную форму. Я этого себе не могла позволить в течение 7 лет. Хотя многие украинские судьи, американские судни все говорили, Саша, тебе нужно быть на хорошем межсезонье. Я не могла себе этого позволить. У меня были нон-стоп видеосъемки, фотосъемки, выставки и так далее. Я не могла себе позволить расслабиться не на минуту. Поверьте мне, сейчас у меня ненамного расслабленное состояние, чем в обычные года до этого. Но на данный момент иногда мне приходится выбирать или остаться с моей мамой, позаботиться о ней, у которой на данный момент рак, и с которым она борется, я стараюсь сделать для нее все. Или пойти на тренировку, не остаться с мамой и съесть, что мне есть в доме. Или пойти, поехать где-то купить куриные грудки и приготовить. То есть я сейчас выбираю, конечно, здоровье моей мамы. Поэтому всем большое спасибо тем, кто меня поддерживает и желает здоровья моей мамочке. Мы будем бороться до конца. То есть тем, кто все-таки хотят ужалить обидными комментариями, скажу вам тоже большое спасибо за то, что вы еще больше меня мотивируете показать вам, что я могу еще добиться. Так что смотрите меня в следующий раз на сцене и увидите, насколько форма может быть улучшена при вот таких межсезоньях. Все, спасибо большое. С вами Саша Браун.